Как найти или купить хороший автомобиль? Компания The Best Auto поможет вам в этом вопросе. Мы занимаемся подбором авто в РБ и пригоном авто из США, Европы и Кореи. Имеем проверенных специалистов и всегда сможем посоветовать при выборе автомобиля. Наши компании лучшие специалисты в данной сфере, которые знают нюансы автомобилей разных марок и моделей. Автомобили, подобранные нашей компанией, всегда соответствуют требованиям клиентов. Компания The Best Auto. Для нас главное качество и ваше время. Всем привет! Мы приехали в одну из минских автокомиссионок. Это автокомиссионка MyCarSelection, если я правильно произношу название. Находится она в городе Минске, на улице Тимрязева, 74. И сегодня мы посмотрим в основном свежие автомобили, но это будут паркетники и внедорожники. Всем приятного просмотра! Ну и первый это Toyota, Toyota RAV4 2017 года, 136 тысяч заявлен пробег, 2017 год. 2 литра бензин, привод передний, то есть это не полноприводный автомобиль. 27 500 долларов вот здесь ценник. И здесь вот написано новая цена 25 900 долларов США. Некоторые автомобили мы будем обходить и смотреть более детально. Есть и прям видимые какие-то косяки. Но все-таки в основном мы смотрим сегодня свежие автомобили. И что-то рассмотреть у свежего автомобиля за осмотр там 30 секунд. Ну, сами понимаете, коррозии, ржавчины, гнили, там, здесь такого маловероятно, скорее всего, не будет. Здесь Lincoln. Кольн. 19-го года 45 тысяч указан пробег, 2 литра бензин, тоже переднеприводный автомобиль, то есть неполноприводный. Цена 34 900 долларов США. На черном кожаном салоне можно видеть ни люка, ни панорамы нету. Ну, опять же, если автомобиль из Соединенных Штатов Америки, ну, как правило, к нам приходит после каких-то повреждений. Также утопленник может быть. Ну, тут уже надо более детально смотреть, по базам пробивать его. Toyota Freelander 2014 года. 195 тысяч заявлен пробег. 3,5 литра бензин. Привод уже полный. Цена 35 999 долларов за автомобиль, которому, ну, не 10, но почти там, ну, 9 лет. По автомобилю на кожаном салоне автоматическая коробка передач. Тоже ни люка, ни панорамы нет. Почему, ребят, не показываем, прям не обходим? Вот салон. Достаточно темно. Я говорил, что минус тайкового формата паркингов, он очевиден. То, что не самая лучшая освещенность, то, что автомобиль достаточно пыльный. Ну, и, конечно же, есть и плюсы, безусловно. То, что в любую погоду, в любые погодные условия можно приехать и посмотреть здесь автомобиль. Еще один американский автопром Ford Explorer 2019 года. Явный, яркий представитель американского автопрома. 64 тысяч заявлен пробег. 2,3 литра бензин. Полный привод. Автомобиль из США. Без пробега по РБ. Хорошее состояние. Оригинальный пробег. Цена 36 тысяч 600 долларов США. Здесь уже панорамная крыша. Тоже кожаный салон. Ну, как я сказал, в основном америкосы. Отличие от автомобилей американских, европейских. Что обычно с Европы это все в основном дизель. Ну, в большем случае, так скажем. И с пробегами, там, автомобиль до 5 лет с пробегом 150 плюс тысяч километров. Американцы это обычно автомобили с более маленькими пробегами. Бензиновые, но после каких-то повреждений, как правило. Это ДТП, это утопленники. Больше, конечно, ДТП. Ну, и также надо понимать, что европейцев больше целых к нам приходит, чем битых. В отличие от американского автопрома. Здесь еще одна Toyota. Филендер. 14-й год. 193 тысячи заявлен пробег. 30 тысяч 999 долларов. 2,7 бензин. Привод, кстати, не указан. Полный, не полный. Но. Смотрите. Вот такие вот жуки, коррозия присутствует. То есть, вот, что я вижу. 14-й год автомобиля над лобовым. Видно, в местах скола есть вот такая вот коррозия. Небольшие тычки. Здесь скольчики. Ну, то есть, такой он на самом деле поездил уже. Хотя пробег меньше 200 тысяч заявлен. Еще вот можно обратить, насколько за пескоструйная передняя оптика. Сколы на капоте и на бампере. Да, сколы присутствуют. Не без этого. Хотя, прям, каких-то сколов, которые уже превращаются в жуки, вроде как визуально не видно. Но, опять же, вот, если посмотреть, машинка достаточно пыльная. Вот. Так, Subaru Forester 21-го года. То есть, 21-й год. 41 тысяча пробега. Жирная комплектация для Forester'а с полной панорамой. 2,5 литра бензина на полном приводе. Цена 32 тысячи 100 долларов. Черный кожаный салон. Автоматическая коробка передач. Задние стекла, соответственно, затонированы. Ну, вот, опять же, Toyota Land Cruiser. Смотрите, ребят, не знаю, маркетинговый ход это или действительно вот, ну, может быть маркетинговый ход, когда пишут одну цену, а тут типа раз, новая цена. Ну, типа, машина стоила вот по нормальным деньгам, а сейчас вот они сделали скидку. Toyota Land Cruiser 2008 год, 312 тысяч, заявлен пробег. Это дизель 4,5 литра, 29 тысяч 600 долларов. И сразу ниже цена на тысячу дешевле, 28 600. Вот что, оператор, думаешь? Маркетинговый ход или действительно была цена 29 600. Цену поменяли и вот. Ну, я тоже думаю, что это маркетинговый ход. Ну, здесь можно видеть. Подойди, покажи. Тут вот этот хром уже весь облазит полным ходом. Такой он в записке остроенный. Очень пыльный автомобиль. Так-то на кожаном салоне. Хорошая зимняя резина. Задний бампер не в зазоре. Блин, такое ощущение, что крашен. Ну, понятно, крашеное дело. Ну, то есть, косячки. Бампер не в зазоре. Здесь вот как-то совсем некрасиво это все выглядит на самом деле. Здесь, вон, смотри, помята задняя дверь. Здесь вот уже коррозия поползла. Но это восьмой год, это 15 лет. Ну, вот X-Trail уже таких вроде как косяков нет, потому что он, ну, банально посвежей. 21 года, 46 тысяч заявлен пробег. 2 литра бензин на переднем приводе. То есть, тоже это неполноприводный автомобиль. Цена 29 600. Новая цена 28 600. Вот напишите, на кого это работает. Вот у кого-то есть такое, что подошел? О, смотри. О, блин, да тут скидки надо брать. Тысяча долларов. BMW X1 16 года. 75 тысяч заявлен пробег. 2 литра бензин на полном приводе. 30 600 долларов. С панорамной крышей. На кожаном салоне. Блин, ну пыльные они, сильно пыльные. Почему, ребят, не снимаем с двух камер и не показываем, сильно не обходим? Ну, достаточно темно. Плохо видно. Салон вообще через стекло вы просто-напросто не увидите. X1 18 год. 110 тысяч заявлен пробег. 2 литра бензин. 28 200. Но новая цена 26 600. Больше, чем на 1000 долларов дешевле. Еще одна BMW, только это уже X2 18 года. 80 тысяч заявлен пробег. 2 литра бензин на полном приводе. 32 900 долларов. С панорамной крышей. На черном кожаном салоне. Блин, ну какие они пылющие, ребят. Ну, вот прям. Ну, это минус. Минус закрытых паркингов. X2 еще один 19 года. 180 тысяч заявлен пробег. 2 литра дизель. 25 300. Новая цена 24 800 на 500 долларов. Подешевле. Ну, как я уже озвучил в самом начале. Сегодня у нас паркетники-внедорожники. BMW X3 19 год с панорамной крышей. 160. А нет, не 160. Смотрите, это 19 год. 16 300 пробег. 2 литра бензин на полном приводе. 43 999. Новая цена 41 500. Больше, чем на полторы дешевле. На две почти. Тоже на коже, на автомате. Панорамная крыша. Volvo. Вот подойди, как ты тут, конечно. Щель такая на фаре. А, ну, подходить даже не надо. Цены-то нет. X5 18 год. 151 тысяча пробега. 18 год. 2 литра дизель. Новая цена 35 900. До этого стоил 37 900. С панорамной крышей. Тоже неплохая, в принципе, комплектация. Здесь BMW X2. 21 год. 3000 пробег. Если реально оригинальный пробег, то, по сути, новый автомобиль. Практически без пробега. 2 литра бензин. Полный привод. 47 400 долларов. Сколько по времени? Здесь X4 19 года. 50... Ну, 50 тысяч, грубо говоря, пробег. 2 литра дизель. 48 900. Одни BMW. Хотелось бы еще кроме BMW что-то показать. X5 18 год. 58 тысяч пробега. 3 литра бензин. На полном приводе 58 тысяч пробега. Да. 44 900. На панорамной крыше, блин, ну... Пыльные все. Так, ну и давайте какой-то еще... Хотя мы пройдем дальше. Я смотрю, Audi сейчас пойдут. Ну и до Audi можно посмотреть вот этого вот X6 старенького. Десятого года. 177 тысяч заявлен пробег. 3,5 дизель. Вот какие-то сомнения по пробегу есть. 13 лет дизельный автомобиль. Пробег 170. Чуть больше 10 тысяч в год наезжали. Вот есть какое-то сомнение. Но опять же это сугубо мое мнение. 3,5 дизель. Привод полный. 26 тысяч 400 долларов. И Audi. 51 900. Это Q5 от 2019 года. Пробег не указан. 3 литра дизель. Тоже на панорамной крыше. Неплохая комплектация. BMW пропускаем. И идем дальше смотреть Audi. А, кстати, и бусы также присутствуют. Несмотря на то, что у нас паркетники и внедорожники. Но я думаю, бусы тоже можно парочку эту зацепить. Q5 от 2019 года. 34 тысячи заявленный пробег. 2 литра бензин на полном приводе. 39 999 долларов. Audi. Q7. 54 900. 2018 год. 71 тысяча пробега. 3 литра бензин. Здесь. Новая цена. Ну, все как обычно. 13 год. Q3. 55 тысяч заявленный пробег. 2 литра бензин. Пробег очень маленький. Если оригинальный, то супер. Но за 10 лет 55. Это. Блин. По 5 тысяч наезжали, что ли. 23 999. Новая цена. 22 700 долларов. И вот таких вот два буса. Ну, понятное дело, это не дешево. Каравелла. 16 год. 84 с половиной пробега. 1000. И 2 литра дизель на роботе. Почти 40 тысяч долларов. Пассажир. Второй пассажирский. 31 600. 13 год. 224 тысячи заявленный пробег. 2 литра дизель. Ну, 31 600. Чуть больше 30 тысяч. Понятное дело, что на всех таких площадках торг уместен. Даже порой на новые автомобили тоже можно попробовать поторговаться. Поэтому торгуйтесь. Ну, нету здесь такого, знаете, что вы пришли и вам сбросят там. 500 точно сбросят. Тут надо понимать от автомобиля и от стоимости. Например, на автомобиле, когда стоимость там под 40 тысяч долларов, может они там и 500 и 1000 сбросят. А кто-то и 50 долларов неохотно. Поэтому вот в общих чертах как-то так. Давайте еще что-то более старое посмотрим. Вот такой крузак, например. На коже, на автомате. Хотя не совсем, чтобы сказать. Ну, хотя, да, 2009 год. 4 литра бензин. Привод полный. 185 тысяч заявленный пробег. 31 600 долларов. Блин, 31 600 за крузак. 11, 12, 13, 14 лет машине. Цены страшные сейчас на БУ автомобили. На новый я вообще молчу. Там еще все более страшно. Такой вот Ford. Escape 20 года. 50 тысяч заявленный пробег. 2 литра бензин. Хорошая комплектация. Полный привод. Панорамная крыша. 28 999 долларов. Outlander. Свеженький достаточно Outlander. С бесключевым доступом на кожаном салоне. Цена 43 600. Но это 2022 год. И пробег чуть меньше 8 тысяч километров. 2,5 бензин. Привод передний. То есть тоже это не полноприводный вариант. На этом, ребят, все. Немножко ограничены мы во времени. Небольшого такого формата видео у нас получилось. Беглое. Огромная просьба поставить под этим видео лайк. Сделать репост. Всем удачи на дорогах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok